В коробке записи на почту вам придет рассылка с презентацией и видеозаписью. Так, у нас есть вопрос про тему, про интеграцию с 1С колледж будет тема. У нас, к сожалению, пока в коробке нет интеграции с 1С колледж. Мы можем это рассмотреть в план работ. И, наверное, если такая интеграция сейчас требуется, то можно обратиться к нашим партнерам, которые смогут сделать под конкретный проект. Итак, начнем наш вебинар. Меня зовут Надежда Шикина, я менеджер по развитию отраслевых решений компании 1С Bittrex. И традиционно несколько слов о компании. Компания 1С Bittrex – это российский разработчик систем управления сайтами и корпоративными порталами. На рынке с 2006 года у компании 1С Bittrex самая большая в мире партнерская сеть, более 10 тысяч партнеров, и на платформе работает более 130 тысяч проектов. Среди рейтинга iTrack, платных тиражных систем управления сайтами, Content Management System, платформа 1С Bittrex занимает лидирующие позиции. Это мы видим из текущего слайда. Так, что там со звуком? То исчезает, то появляется. Так, прошу прощения за паузу, но я попробую сейчас увеличить громкость, конечно. Все хорошо, да? Хорошо, спасибо. Но если что-то со звуком не так, тоже пишите. Спасибо за ваши комментарии. Продолжим. Дальше. С помощью платформы 1С Bittrex управления сайтом можно создать любые проекты, как вы все это знаете. Это интернет-магазины, информационные порталы, онлайн-сообщества, и в том числе сайты для образовательных учреждений. Но ни для кого сейчас не секрет, что сайт необходим, что в свое время Билл Гейтс сказал, что если у вас нет сайта, то у вас нет в бизнесе. Сейчас все, что мы ищем, будь то услуги, товары, какие-то вещи, советы, в том числе и образовательные услуги, выбор школы, выбор института, все это происходит через поисковую систему, через интернет, поэтому вопрос уже не стоит о том, нужен сайт или нет, а возникает вопрос, что такое сайт, потому что это не просто набор каких-то веб-страниц, информации, учреждения, контакты, но сайт – это дополнительный маркетинг-инструмент, и он должен быть эффективным. Но часто возникают вопросы, что это сложные технологии, нет времени в этом разобраться, но вот мы в начале вебинара немножко просуждаем о том, что такое эффективный сайт. Так, у нас снова вопрос про звук. У нас звук только у одного слушателя пропадает или он у всех пропадает? Может быть, что-то с каналом интернета хорошо, если у всех остальных хорошо, то тогда, наверное, у того слушателя, у которого сейчас есть проблемы, у вас будет возможность посмотреть в запись, и может быть, к сожалению, какая-то проблема с каналом передачи. Что такое эффективный сайт? Эффективный сайт решает конкретные задачи организации. То есть, если это, допустим, московские школы сейчас объединили в несколько школ, в несколько детских садов, и появилось такое образовательное объединение – это одни задачи. Частная сельская школа – это другие задачи. И также вузы, колледжи, конкретно у каждого учреждения есть свои бизнес-задачи, и при создании сайта их обязательно нужно учитывать. Конечно, всегда хочется повторить, сделать, как у соседа. Наверное, у него очень здорово и замечательно, но можно, конечно, и полезно изучать проекты, конкурентов, но всегда нужно исходить из своих задач. Но бизнес-задачи учреждения решается через решение задач пользователей. Если для учреждения стоит задача, например, привлечь большее количество учеников или студентов, повысить престиж образовательной организации, то для студента вряд ли будет стоять задача при выборе вуза, при поступлении, чтобы его интересовало, сколько студентов поступит в этот вуз. Его больше интересует, какое он получит образование, какие потом перспективы будут для трудоустройства, есть ли общежитие и так далее. То есть это совсем другие задачи. Вот решая свои бизнес-задачи, мы решаем, по сути, задачи пользователя, решаем его проблемы. И мы должны обеспечить комфортные условия для доступа к информации. Конечно, интернет-ресурсы позволяют экономить время на решение всех вопросов. Вот на картинке мы видим очередь в школу, это запись детей в первый класс. Конечно, с помощью современных сервисов, технологий, сейчас таких очередей уже быть не должно. Но все случается и сейчас, и в новостях, вот где-то, я сейчас не вспомню город, но весной, когда была запись, были сообщения, что, к сожалению, перестал работать сервис в каком-то городе, и родители выстроились вот в такую очередь ранним утром, потому что они боялись, что раз сервис не работает, то они детей не смогут записать. Таких ситуаций, конечно, быть не должно. Если мы определили свои бизнес-задачи, то мы, конечно, должны еще определить, кто является целевой аудиторией. У образовательных учреждений всегда несколько целевых аудиторий. Это совершенно разные группы, с совершенно разными задачами. Поступающие в школу или в ВУЗ – это первая целевая группа. Это либо родители, которые выбирают школу, либо это абитуриенты. Они решают вопрос, куда пойти учиться, как выбрать школу или институт, где та или иная специализация. Кто-то хочет с уклоном языков, кто-то хочет с гуманитарным уклоном, кто-то с уклоном математики, технические предметы. Что нужно для поступления, какие документы, какие сдаются экзамены, как подать и когда, подать и куда и так далее. Какая стоимость обучения. Бюджетная, небюджетная для ВУЗов – это особенно очень важно. Также есть частные школы, есть дополнительное образование, есть курсы, есть социальная жизнь, кружки, секции, мероприятия, конкурсы, фестивали и так далее. Каждому родителю хочется, чтобы ребенку в школе было интересно, чтобы кроме обычных предметов у него был досуг, были секции, кружки. И студентам также хочется не просто учиться, а чтобы совместно участвовать в каких-то мероприятиях, конкурсах, песнях, спортивных лагерях и так далее. И вот это важно дать все сразу с одной странички, очень малым количеством кликов, чтобы у абитуриента или родителя сформировалось четкое представление, и чтобы он выбрал именно вашу учебную организацию. Вот пример сайта странички института. Институт МАЭЭ – это очень хороший институт. Там действительно прекрасные преподаватели, готовят хороших специалистов. Но вот на страничку сразу мы видим, что у нас целевая группа абитуриента. И в принципе здесь непонятно, то ли смотреть раздел образования, то ли смотреть раздел о ВУЗе. И мы видим, что в разделе образования есть и факультеты, есть основные направления, образовательные программы, а контакты и реквизиты есть в разделе о институте. А есть еще в разделе ВУЗе, называется «Мои», «Сведения об образовательной организации». И немножко возникает ощущение непонятности, а куда же идти. Нет четкого плана, то есть в главной странице нет четкого захода для конкретной целевой аудитории, куда дальше идти, где я могу получить информацию, как поступить. То есть нужно присматриваться. И немножко, наверное, мелковат текст. Для тех, кто, допустим, зрение не очень хорошее, то приходится щуриться. Вторая целевая аудитория во время процесса обучения – это студенты, это ученики и их родители. Самое популярное, мы проводили опросы, проводили опросы школьников, студентов. При создании новой версии говорят, что больше всего первым делом не смотрят расписание, потому что, ну, школьники, может быть, они помнят, у них более стабильное расписание, а вот студенты обычно не сильно запоминают, особенно они не запоминают номер аудитории. Важен контроль успеваемости и важны доступ к учебным материалам. Вот одна студентка на интервью нам рассказала следующую историю, то есть каким образом они на своем сайте смотрели расписание. Расписание публиковалось в виде PDF-файла с очень большой таблицей. Я думаю, все знакомые видели это расписание. Они его частями фотографировали на мобильное устройство и потом вот таким образом его смотрели. Но там были всегда градации «четная и нечетная неделя». В начале года это еще помнилось. В середине года, в конце года очень сложно считать и понимать, какая же сейчас идет неделя. Но если эти фотографии потерялись, потом надо опять-таки где-то искать, и все писали смс-ки старости, отдай-ка мне ссылку на сайт, там в каком-то разделе есть ссылка на эту PDF-ку. То есть никто даже не мог запомнить, в каком разделе, на какой странице сайта можно найти расписание. Вот пример, когда, наверное, элементарная потребность, но немножко не решена. Может быть, просто не хватило времени у института, может быть, не уделили должного внимания, но тем не менее. Ребята, когда будут про свой вуз рассказывать, про свою учебу, они, конечно, ребятам скажут, что учиться здорово, но знаешь, узнать расписание или получить какой-то документ – это такой процесс, что нужно набраться много сил, терпения и так далее. И как раз эту проблему и должны им облегчить с помощью сайта. Есть прекрасная книга «Стива Круга», это известный юзабилист «Не заставляйте меня думать». Рекомендую ее прочитать. Простыми словами рассказано о том, как устроен сайт, как обратить внимание на навигацию, что сделать, чтобы сайт был удобным. И, в принципе, она дает картину понимания, что такое сайт, из чего он состоит, и при заказе у своих подрядчиков, либо если вы отвечаете за проект, вы можете также это учитывать, и уже когда вам будут рассказывать, что вам хотят сделать с сайтом, у вас будет уже минимальный хороший уровень, и вы сможете сказать своим подрядчикам, что, ребят, вы говорите совсем не то, нужно сделать удобно, есть мировые практики, лучшие тенденции, пожалуйста, давайте их вместе будем учитывать. И эту фразу тоже подтверждает «Чай в банке какао» с надписью «Соль». Это фраза из известного анекдота, когда жена смотрит телевизор, а муж с кухни спрашивает «Дорогая, я не могу найти чай». На что жена отвечает «Какой же ты недогадливый чай в банке с какао» с надписью «Соль». Вот примерно так иногда бывают устроены пути к информации на сайте. Вот здесь также пример странички, раздел называется «Студенту», и ключевые потребности, которые студенты интересуют – расписание, доступ к учебным материалам. В принципе, здесь такие ссылки отсутствуют, то есть они, вероятно, где-то есть. Я сходу не смогла тоже найти на этом сайте эти ссылки, но ребята говорили, что эти ссылки присутствуют. Действительно, они где-то существуют. Но сайт уже сейчас у данного вуза изменился, и там появилась более удобная структура, и появились более… все учтены были моменты, и появился специальный блок с расписанием, с которым можно получить доступ прямо с главной странички. Что еще важно сейчас учесть? Конечно, это интерактивные сервисы. То есть если мы показываем расписание, оно должно быть кликабельным. Конечно, в существующих требованиях нормативных документах есть прямо прописано такое требование, что публиковать в виде PDF-файлов. Можно публиковать, но студентам работать неудобно. Я уже приводила пример, как это в жизни устроено в реальности. Если у вуза много филиалов, либо вот такие объединения образовательных организаций, когда действительно нужно выбрать и понять, найти ближайший филиал. Конечно, лучше использовать карту, чтобы тут же можно было, если что, и маршрут проложить, посмотреть, как подъехать и так далее. То есть все, что можно, вывести в интерактивные сервисы, вводить личные кабинеты, контроль успеваемости, электронные дневники журнала, долги по оплате, по студентам за должность, по дисциплинам. Это все лучше показывать и проще, и быстрее. И ребятам будет нравиться, они будут вуз рекомендовать, и вы таким образом решите свои большие задачи. И мобильные версии, конечно, приложения, потому что большинство школьников и студентов пользуются мобильными устройствами, смартфоны, планшеты. Конечно, они всю эту информацию хотят увидеть именно с мобильных устройств. По вопросам нам тоже это подтвердили. Студенты говорили о том, что они расписание обычно смотрят со смартфона, когда уже подходят к институту, либо в транспорте, когда подъезжают, чтобы понять, какая аудитория. И вот, собственно, пример того расписания, про которое я говорила. Это либо файлик Excel. Ну, наверное, понять можно. В принципе, здесь действительно оно большое планирование, это большой труд, но вот конкретно на день просматривать, а студент просматривает на день, что у него сегодня, куда идти, наверное, получается крайне сложно. Но даже если мы сделаем все прекрасные интерфейсы, мы учтем все аудитории, построим красивый сайт, есть еще одна важная характеристика – это скорость загрузки. Если сайт будет грузиться медленно, то он потеряет посетителя. Я думаю, что все вы тоже с такой сталкивались с проблемой, когда друзья присылают ссылку на какой-то товар, который вам тоже нужен, и с рекомендациями, что там дешевая цена, хорошая доставка, хороший магазин, вы открываете ссылку, сайт не грузится, вы ждете минуту, две, три, страница не открывается, ничего не происходит, вы закрываете. А магазин теряет, соответственно, покупателей. Но то же самое и с образовательными сайтами, то есть студент зашел выбрать, абитуриент зашел выбрать институт, или родители выбрать школу, ему дали рекомендацию, он открывает сайт, сайт не открывается, он зашел вечером, он опять как-то странно открывается, медленно грузится, ну и подумает, что скажет, что там непонятно что, может быть, какие-то проблемы, пойду-ка я посмотрю другие школы, которые сайты быстро открываются. Вот таким образом тоже можно потерять ключевых посетителей. Ну и чего точно не должно быть на сайте, это то, что страница заражена, либо атакована. Безопасность – это тоже большой пласт, который нужно учитывать при создании проекта, и тем более, что если это электронные дневники, электронные журналы, то там уже сразу закон о перс данных возникает. Об этом нужно помнить, и все это учитывать при начале планирования проекта, либо при развитии, то есть обращать на все внимание. При создании решений мы обращали внимание на законодательство, в частности это для 73-й федеральный закон, 152-й защите персональных данных. Сейчас мы модернизируем свои решения под приказ Рособорнадзора 785-й, структуру также адаптируем под постановление правительства, и есть специальные методические рекомендации для высших учебных заведений, также мы обращаем внимание на них. И кроме того, важно, что наша платформа имеет сертификаты в стек, то есть мы проходим по безопасности, по защите перс данных, и это тоже является нашим преимуществом. Также, наверное, когда вы уже выбираете подрядчиков для создания сайта, либо вы планируете работы, что бы еще я хотела обратить на что внимание, что необходимо учитывать риски. То есть вы спланировали, вы определили бизнес-задачи, спланировали, то есть описали свою целевую аудиторию, какие у них потребности, примерно их пользовательские сценарии описали, иногда даже делают персонажи, им дают имена, и они прямо становятся живыми персонажами, они любят то-то и то-то, смотрят на сайтах то-то и то-то. Например, когда мы делали тоже проект, был похожий для стоматологической клиники, у нас про услугу отбеливания был персонаж Лидия, которая была домохозяйкой, ей было важно, чтобы было все красиво, и был Андрей, который был артистом, чтобы не только красиво, но и было надежно. И вот таким образом, также и для образовательных проектов, то есть родители, которые очень заняты, у них будут одни сценарии использования в сайте, они будут смотреть все на ходу, им надо очень быстро получить информацию. Допустим, мама-домохозяйка, которой больше времени, ей она более дотошная, она будет более подробно все смотреть, ее учесть потребность, ее таким образом описать пользовательские сценарии, и дальше уже посмотреть, попросить, чтобы определить нагрузки на сайт. Если это очень большой проект, это одна архитектура, если проект небольшого уровня, маленькие нагрузки, это другая архитектура. Скорость загрузки сайта, безопасность, то есть платформы, если даже не на битриксе, то понимать, как будет защищена платформа, что делать в случае атак и так далее. То есть все это нужно учитывать до начала проекта, до создания, либо отслеживать по мере развития и себе помечать определенные пункты. И таким образом можно создать будет эффективный сайт. Но подводя итог, это удобные интерфейсы, это доступность любых устройств, это высокая производительность и соответствие законодательству. И такой сайт действительно сможет решить конкретные бизнес-задачи и привести учеников, привести студентов и повысить престиж учреждения. Ну и, казалось бы, возникает тогда вопрос, есть платформа 1СБитрик для создания любых проектов. Мы поняли, что такое эффективный сайт, какие у него требования, на что обращать внимание и зачем тогда готовы решения. Но есть еще сам процесс создания сайта. Это большой технологический процесс. То есть нужно понять еще, каким должен быть дизайн, какая должна быть структура, как найти команду разработчиков и во что это обойдется. Про стоимость готовых решений я скажу уже в конце, но про сроки разработки можно сказать следующее, что готовые решения можно запустить за 1-2 недели. Если это большое объединение, много организаций, то там сроки, понятно, увеличатся. А вот разработка с нуля зайдет от 4 до 6 месяцев. И более это зависит уже от интерактивных сервисов, от масштаба проекта. Поэтому тоже нужно учитывать, если есть ограничения, то проще стартовать, может быть, на готовом решении и потом его дорабатывать. Можно и менять дизайн, можно все что угодно, но в любом случае это будет дешевле. В условиях кризис, наверное, это особо актуально, но пути любые, возможно, и с нуля разработка. И также при выборе команды, я в конце уже вебинара, когда мы подойдем к нашим техническим возможностям платформы, тоже я расскажу подробно, что требует с подрядчиков при сдаче проекта. И непосредственно сейчас я познакомлю уже с нашей линейки, но думаю, что многие, может быть, уже знакомы, просто в состав решения для образования входит сайт школы, сайт учебного заведения, внутренний портал учебного заведения и сайт конференции. Сегодня больше внимания я уделю сайту школы, сайту учебного заведения, в частности, тем новинкам и тем планам на осенние релизы. И также у нас есть сервис интерактивных карт объектов, которые будут интегрированы с новой версией сайта школы, с новой версией сайта учебного заведения. Итак, по порядку. Начнем мы с сайта учебного заведения. Есть текущая версия, которая содержит в себе раздел АВУЗИ, абитуриентам, студентам, информацию о дополнительном образовании. Сейчас, что в ней, наверное, не хватает, это сведения о образовательной организации, раздел с микроразметкой для роботов, которые проверяют из РОСОБРНОДЗОР за правильностью заполнения контента и соответственные соответствующим законам. Что будет осенью? У нас появится новый шаблон с адаптивным дизайном, цветовыми схемами оформления. Будут включены интерактивные сервисы, такие как расписание картофилиалов. Появятся версии для лиц с ограниченными физическими возможностями. И структура сайта будет адаптирована под соответствующий приказ. К сожалению, сейчас я не смогу показать вам работающий сайт, ни сайт школы, ни сайт учебного заведения, потому что мы сейчас находимся на этапе проектирования и дизайна. Но я покажу уже готовые прототипы, готовые макеты, и мы сравним структуру текущего решения и новой версии. Итак, сайт учебного заведения для абитуриентов. Какие задачи самые важные? Это, конечно, удобный выбор специальности, программы обучения, это поиск филиалов на карте и подробная информация о ВУЗе. Прототип при выборе факультета мы включили фильтр. То есть мы везде, где можно, по возможности, когда студент что-то ищет, мы включаем умные фильтры, которые помогают студенту сориентироваться. То есть уровень подготовки, форма обучения, филиал можно выбрать и конкретно под конкретный запрос конкретного студента показать ту или иную информацию. То есть не нужно читать большое количество текста, искать конкретный филиал, искать конкретную программу. Это можно все отфильтровать, и быстро студент найдет. На внутренней страничке программы также информация сжата и представлена компактно на одном экране. Информация о сроке обучения, форме обучения, количество бюджетных мест, платных мест, какая стоимость, какие профили, ключевые дисциплины, кто преподает, и, соответственно, поступительные баллы, какие предметы необходимы сдать. Собственно, на одном экране тоже в 2-3 клика студент находит и получает всю необходимую информацию. Просто, быстро и удобно. Для студентов и преподавателей что важно? Интерактивное расписание занятий, сессии, анонсы важных событий, доступность любых устройств, о чем мы уже говорили. Мы тоже создали интерактивное расписание. На сайте будет предусмотрена возможность публикации PDF-ок. Если это требуется, можно загружать файлы. То есть здесь никаких проблем не будет, но для студента, конечно, лучше, чтобы это было бы кликабельно. Я чуть позже сейчас покажу на живых тестовых площадках. Мы немножко тоже посмотрим, покликаем по прототипам. То есть есть расписание, показанное, какая неделя. Написано, что неделя четная или нечетная, чтобы не держать это в голове, не просчитывать. И расписание сессий. Сколько осталось до сессии, когда консультации, когда экзамен, в какой аудитории, что и как, все четко и понятно. И для студентов, и для преподавателей. И с главной страницы мы уже сразу разделяем заход для разных целевых аудиторий. То есть это и в главном меню мы видим «Авузи абитуриентам», «Студентам», «Выпускникам». И ниже баннера есть три блока, которые также и основная информация, ссылки на эти блоки уже сразу каждый посетитель конкретной целевой аудитории пойдет именно в свой раздел «Сайт». То есть мне нужно искать и думать, а куда же нажать, а куда же пойти, а где же это найти. Поскольку у нас значительно увеличилась доля посетителей с мобильных устройств, и она продолжает расти. Кроме того, в 2013 году это был переломный год по продаже мобильных смартфонов, как мы видим это с экрана, когда продажа мобильных устройств превысила продажу компьютеров и ноутбуков. И эта тенденция по-прежнему сохраняется. То, конечно, сайт должен быть доступен с любого устройства. Но сейчас, в этом году, с 20 апреля, уже поисковые системы особо обращают на это внимание. В частности, Google заявила о том, что он пессимизирует сайты в мобильной выдаче. То есть если посетитель заходит с мобильного устройства, на сайт у сайта нет мобильной версии, то есть он вбивает в поиск, что он хочет найти, то сайт без мобильной версии будет по каждому самому последнему списке. То есть шансов увидеть этот сайт будет практически равен нулю. То есть сайт не увидит. А если основная аудитория приходит с мобильных устройств, то это катастрофа для проекта. То есть посетители не будут приходить на сайт. Есть рекомендации для разработчиков. Есть обзорная статья и есть сервис-вебмастер. Там можно проверить, то есть ввести свой адрес сайта и проверить, соответствует ли он требованиям поисковой системы или нет. При необходимости, конечно, адаптировать сайт. Поскольку у нас в новом шаблоне будет адаптивный дизайн, то есть мы рассчитываем на любое устройство, то есть таких проблем быть не должно. Вот, собственно, пример. Пока это еще рабочий макет, он не завершен, но тем не менее мы видели сейчас главную страницу, и мы видим версию для смартфона, то есть те же сервисы, но уже совершенно в другом компактном виде и с расчетом на использование именно на смартфонах. Сейчас я перейду на сайт. Тест наш. И мы сравним немножко структуру и новинки. Итак, это у нас текущий сайт. Который сейчас есть, сайт учебного заведения. Это главная страница, но мы видим, что тоже есть, конечно, заход для целевой аудитории студентам, абитуриентам, выпускникам, но на новом... Я сейчас открою макет. Наверное, прототип открою, чтобы... Сейчас макет я чуть позже покажу. Но мы видим, что в новой версии есть прям готовые блоки. И конкретно, что в этих блоках есть. То есть студенту не нужно делать лишние клики. Если, например, студент ищет расписание, он нажмет расписание. И даже есть отдельный блок, то есть ему не нужно уже уходить на страничку. Он прямо отсюда перейдет, ведет номер группы и пойдет, соответственно, на свою страничку. Если это абитуриент, то он может также сходу выборить программу, форму обучения, филиал, если он его знает, и перейти к выбору программы. Если это выпускник, ему может быть интересна вакансия. Другому выпускнику может быть интересен центр, ну, последипломное образование. И эти пользователи уже сразу пойдут на нужные страницы, то есть не нужно лишних кликов. Вот, собственно, мы ввели группу и попадаем в расписание. Мы можем по группам для студентов, для преподавателя. Четко написана дата, какое число, день, неделя и четная, нечетная неделя, и какая пара сейчас идет. Сколько осталось до сессии. И также можно посмотреть более подробную информацию. Может быть, здесь необходимо какие-то рекомендации студентам вывести, или чтобы они с собой взяли какие-то материалы, или что-то подготовили и так далее. И, то есть, можно даже документы, все что угодно. Есть карточка конкретного занятия. Так, если мы, допустим, посмотрим, сравним раздел абитуриентов, раздел авузи, допустим, факультета, то мы видим, что вот есть список факультетов и текстовая информация. В принципе, прочитать можно, но, наверное, не очень удобно, много текста. То есть, мы сделали факультет следующим образом. Мы сразу даем выбрать программу, форму обучения. И таким образом мы потом... Здесь будет кнопка нажать, но это прототип, поэтому мы проваливаемся на страничку факультета, либо на страничку образовательной программы. Здесь мы ее также можем выбрать. И страничка программы, вот то, что я показывала, где срок обучения, форма, количество мест, то есть все есть. Есть список программ этих. То есть, можно посмотреть и списком, но можно также здесь выбрать. Есть новости, представленные с фотографиями, красиво. То есть, внутренняя страничка новости есть. Есть информация о руководстве. Также будет информация о всех педагогах и так далее. То есть, но в более таком интерактивном виде и более удобном. Контакты у нас будут с помощью интерактивной карты объектов. Это отдельный модуль. Но в данном случае здесь это прототип. На самом деле мы будем использовать модуль карт. Это у меня тест верстки. Модуль карт у нас сейчас находится в Marketplace. Может быть, кто-то знаком с ним. Он подходит совершенно для любого проекта и позволяет показать объекты любого уровня вложенности. То есть, если это филиалы, подфилиалы, это может быть объекты города, области или просто несколько организаций. Схема проезда, прокладка маршрута – все это есть. Я чуть позже тоже про него покажу, расскажу. Так, ну, какая-то проблема немножко, наверное, с тестом, но я покажу. У меня в презентации есть отдельные слайды. Вернемся к нашим образовательным решениям. Мы таким образом и посмотрели, и сравнили. То есть, действительно, в новой версии мы стоялись максимально учесть потребности разных целевых аудиторий, проводили интервью. У нас в интервью участвовали Московская финансовая академия и Башкортостанский медицинский университет, а также просто студенты, наши знакомые, либо коллеги, которые тоже давали рекомендации и рассказывали о том, как они пользуются сайтом. Если у вас тоже есть какие-то сценарии, у нас в августе мы будем тестировать наши решения. Если у вас есть желание принять участие в тестировании, то в конце я также дам свои контакты, можете написать, и мы можем пригласить вас к тестированию. Еще одно решение – это сайт школы. Есть текущая версия. Сайт школы 3.0 – это новая версия сайта школы, которая также у нас появится осенью. Что в нее будет входить? Это новый шаблон, тоже с адаптивным дизайном, новая возможность электронного дневника и журнала, версия для них с ограниченными физическими возможностями и соответствии с законодательством. Решение будет доступно как модуль Marketplace. За основу мы возьмем паттерны сайта учебного заведения. Я еще не показала вам макеты и цветовые схемы. Прошу прощения, сейчас я к ним вернусь. Сувеличим размер. То есть мы видим, что это уже макет главной страницы, есть баннерный блок, и здесь вы легко сможете создавать свои фотографии, размещать, может быть, приурочены их к конкретным мероприятиям, к конкретным праздникам, к Дню Победы, Новому году. Баннер, если начинается запись школы заранее, можно повесить и таким образом привлечь, сообщить какую-то важную информацию. То есть на ходу можно просто менять немножко дизайн главной страницы. Добавить логотип, контакты, достаточно легко будет установить шаблон. Разные цветовые схемы мы смотрели, чтобы просто попасть в фирменные цвета конкретной образовательной организации. То есть мы видели в синих тонах, в зеленом. С помощью стилей все решается. То есть можно стилями управлять и добавлять свои фирменные цвета, которые вы захотите. Вот мы видим тоже красный в красных тонах и в оранжевых. Пока у нас четыре варианта, но я думаю, что если другие цвета, то с помощью стилей можно все это решить. На основе этих паттернов мы планируем сделать дизайн сайта школы. То есть он тоже будет таким современным, с адаптивным дизайном. Может быть, мы, конечно, добавим каких-то элементов, которые чуть оттеняют и больше относятся к школе, что-то такое веселое. Но основа вот именно те макеты, которые мы с вами видели. У нас сейчас на этапе проектирования находится электронный дневник. То есть мы учли при желании из техподдержки, провели интервью также в школах с учителями, которые пользуются и нашими сервисами, которые у нас есть в готовом решении 1S-Bitrix, и просто сервисами сторонними системами электронных дневников и журналов. С учителями, с родителями провели интервью с учениками и определили те проблемы, которые необходимо учесть, на что стоит обратить внимание при модификации, доработке такого сервиса. Текущая версия сайта содержит готовую структуру, разделы, сервисы, демо-контент, все готовые решения. По умолчанию, конечно, они потому и называются готовы, что есть все, и структура, и дизайн, и есть демо-контент, то есть пример, как можно заполнять. То есть не нужно особо ничего придумать, посмотреть, как заполнен, и добавить свой контент. Таким образом, быстро очень можно будет запустить проект. Есть сейчас дневник в текущей версии. Этот вебинар раз обзорный, больше посвящен новинкам, поэтому мы сейчас не будем рассматривать админку, как настраивать и как что. Когда у нас выйдут новые версии, мы сделаем отдельный вебинар, и там мы уже подробно посмотрим, как настраивать решение, как его устанавливать, как настраивать дневник и так далее. То есть это будет отдельно другой совершенно технический вебинар по настройкам. И попутно тоже расскажем, уже покажем в действии эти новые версии. В текущем варианте можно настроить расписание, привязать к классам, кабинетам, учителям, скопировать на неделю, отменить занятия, задать по сменам. И таким образом, также в виде стандартного представления, как календарик, расписание доступны учителям и родителям. Это удобно, но есть также важный сценарий, опять-таки для каждой целевой аудитории. Для учеников это электронный дневник, потому что они там смотрят домашние задания, они смотрят свои оценки, они смотрят замечания о том, как они себя ввели на уроке. Что хотели бы учителя, о чем все говорят, что оценка поведения как такового в электронных сервисах сейчас нет, но важно, чтобы у ученика был какой-то стимул. Поэтому мы планируем добавить такую опцию в виде смайликов. Пока это в простом виде, не такой большой игровой масштаб. Но планируем также, чтобы дети как-то стремились и был стимул. По электронному дневнику также трудности, которые в интервью нам говорили родители, это трудности с доступом. Когда есть двойная авторизация, например, некоторые школы работают через портал госуслуг, родители должны зайти сначала на портал госуслуг, и там ввести свой логин и свой пароль, и потом еще дополнительные логины, дополнительные пароли нужно ввести, чтобы попасть в электронный дневник. То есть нужно помнить два логина, два пароля. Никто, конечно, помнить не хочет, все теряется, родители не пользуются дневниками и говорят, что мы детям доверяем, лучше я позвоню учителю, либо посмотрю бумажный дневник. Но как бы тоже ситуация не очень. Тем более, что сервисы прекрасные, они продуманы, но вот маленький, как казалось бы, всего маленькая деталь, нужно помнить два пароля, и все. И получается, что сервис прекрасно разработанный, но не такой востребованный. Онлайн-доступ к учебным материалам тоже одна из задач, и часто, что рассказывают учителя, что в некоторых системах система разрешает прикрепить всего один файл. А если это большое какое-то задание, если это подготовка к экзамену, то файлов может быть много, и учитель вынужден рассылать ученикам на почту, рассылать родителям и так далее, тратится большое количество времени. То есть тоже какая-то мелочь, то есть это действительно мелочь, но файлик прикрепить, ну что это там, сложно разве. Но вот кто-то почему-то в каких-то системах не предусмотрели, или просто ошибочно, скорее всего, просто про это не обратили внимания, потому что не думают, что это было сделано ни в коем случае специально, просто забыли добавить большое количество файлов, чтобы была такая опция. И еще то, что сейчас очень активно спрашивают дети и родители, учителя, это онлайн-чат с учителем. В существующих системах нет какого-то мессенджера или живой ленты, типа там Фейсбука, ВКонтакте, чтобы оперативно могли обмениваться сообщениями. Получается, что учителя с родителями или родители между собой общаются в Фейсбуке, ВКонтакте, в Ватсапе, в Скайпе, в почте. И учителя получается, что он кроме своего рабочего дня, систем, с которыми он непосредственно работает, он еще должен пройтись по всем соцсетям и там выловить всю информацию. Это дополнительная нагрузка. Поэтому мы тоже в плане работы, у нас есть мессенджер, кто знаком с сервисом Битрикс24, кто знает о том типа Скайпа, он также работает, также можно написать сообщения, обмениваться в виде звонками. Чуть позже о нем отдельно тоже остановлюсь. И мы планируем тоже позже интегрировать этот мессенджер, тем более, что он есть в платформе, просто определенные настройки произвести, чтобы была единая информационная среда для работы учителя, учеников и родителей. То есть есть сайт, есть мессенджер, есть мобильное устройство. Все, не нужно ни в какие сети, то есть все в одном рабочем пространстве. Для учителей, что важно, это, конечно, управление электронным журналом, это публикация методичек, создание дистанционного обучения и консультация родителей, то, о чем я тоже сейчас говорила, и ведение блогов и форумов. С журналом тоже мы провели ряд интервью. Важно, конечно, задавать сетку, привязывать к классам, кабинетам, тем более, что для тех, особенно объединенных школ, когда учитель может переходить из одной школы в другую, это очень важно, и важно учитывать тоже время, потому что не всегда даже учитель успевает прибежать из одной школы в другую, и говорят детям, что они опоздают на 5 минут, потому что просто не добегут. Разные режимы просмотра, вот тоже, о чем нам коллеги подсказали, что в основном во всех сервисах просмотр на четверть, на год, а иногда нужен просто детальный на неделю, то есть учитель, в принципе, в голове держит план на неделю, работает в рамках недели, ему часто это нужно просмотреть. Вот мы хотим сейчас основное усилие тоже в дневнике сделать удобные просмотры учителю, чтобы не нужно было переходить, делать лишние клики, то есть из четверти на год, детально, но все это было как-то компактно на одном экране. Сейчас в некоторых сервисах, чтобы посмотреть домашние задания, нужно уйти в другой экран. Чтобы посмотреть тему уроки, это свой экран. Чтобы посмотреть оценки по контролю, получается, что очень много вкладок, и в конечном итоге просто можно запутаться, куда идти, каждый раз куда-то нужно переходить. Меняется экран, хотя информация, в принципе, одна и та же, одни и те же данные, просто немножко по-разному подстроено. Есть еще одна проблема, которая касается выставления оценок, когда есть разные типы оценок, то есть, например, за самостоятельную, за домашние задания, чтение на уроке, диктант и так далее. Но этих типов очень мало в существующих системах, и они не дают возможности добавлять тип оценки. В результате учитель за какую-то конкретную работу, он не знает, поставить какой тип, он не ставит никакой тип, и когда в конце четверти к нему приходят родители, говорят, что у моего сына была тройка три месяца назад, учитель уже не вспомнит, за что он поставил эту тройку, родитель не знает, за что она поставлена, ученик тоже ничего не помнит. Получается ситуация, что никто ничего не помнит, а хотелось бы знать все-таки, за что же эта оценка. Поэтому мы добавим возможность тоже и самостоятельно добавлять типы оценок, и комментарии подробные также учителя. Чтобы у родителей меньше тоже звонили учителям по всем возможным средствам связи, спрашивали, а что же это за оценка. Есть сервис, открыл, там все написано, все тип, все проставлено, все корректно, вопросов будет меньше, учителю проще. У него будет больше времени на подготовку к урокам, продумывание материалов и так далее. И то, что тоже мы добавим, это контроль для зауча и классного руководителя. Это то, что требуется из законодательства, но и также важно для учителей, чтобы они, если вдруг что-то забыли заполнить, то зауч всегда проконтролирует, он напомнит и напишет замечание, что не заполнен дневник, не заполнена тема. Таким образом, учитель тоже не потеряет урок, не потеряет оценки. А вот когда мы говорили про эффективный сайт, что еще очень важно, чтобы экраны были понятны для учителей, поскольку они очень много загруженной работы. И у них сервисов сейчас их много, но все учителя жалуются на то, что там столько информации, столько всего, что получается порой перегруз. То есть им хочется больше детям дать какого-то материала, они вынуждены везде все заполнять, миллион каких-то программ, окон и так далее. Вот это тоже мы постараемся учесть, постараемся как-то попроще сделать интерфейсы, чтобы не усложнять жизнь. Сейчас я покажу текущую версию сайта, просто как это выглядит готовое решение. Я, наверное, его… да, то есть вот так выглядит классный журнал сейчас. Но, наверное, тоже мы можем, допустим, добавить тему урока, мы можем отредактировать, добавить домашнее задание, добавить работу. Но тоже получается, что мы переходим с экрана просмотра на экран редактирования, это какое-то дополнительное окно, и все вдруг становится похоже немножко совсем не на тот экран, который был до этого. Вот тоже мы над этим работаем и будем улучшать это решение. То есть есть главная страничка, структура здесь достаточно понятна, она разбита на целевой аудитории, именно ученикам, учителям, родителям. Личный кабинет – это доступ к сервису, дневнику и журнала. Поскольку все-таки это информация персональная, то, естественно, только через авторизацию. Рекомендуем также использовать мы и токены, и двухфакторную авторизацию. То есть это все настраиваемое, в платформе это есть, все позволяет защитить. Есть основные разделы, то есть, допустим, «Школьная жизнь», «Дополнительные курсы», «О школе», «Новости», «Мероприятия» и так далее. То есть, в принципе, вся информация есть, есть документы, есть расписание уроков. Мы это доработаем, структуру мы максимально постараемся сохранить, чтобы потом проще было переходить на новую версию. Единственное, наверное, сразу скажу, что, скорее всего, полного автоматического перехода на новую версию, возможно, может не получиться, потому что все-таки может отличаться структура новых версий. Есть внешние факторы, требования законодательства, которые предъявляют требования, есть результаты по опросам, по исследованиям, поэтому, чтобы сделать удобно, возможно, придется немножко изменить структуру, но мы постараемся максимально все же приблизиться, чтобы переход был более простым. После релизов мы подробно тоже опишем, как переходить, как устанавливать обновления, то есть определенные рекомендации от нас тоже будут. Таким образом, это готовое решение тоже претерпит изменения, выйдет новый шаблон дизайна, контрастная версия, и появятся те сервисы, о которых я рассказала. Оба решения, и сайт школы, и сайт государственной организации, в них будет интегрирован модуль DNS-Bittrex интерактивная карта объектов. Что из себя этот модуль представляет? Он включает карту объектов событий и маршрутов, позволяет показывать неограниченную ложность категории, может загружаться данный модуль изне, то есть это означает, что при установке модуля, если на сайте уже есть какой-то раздел с данными создан, то с помощью Аякса, и они загружаются с помощью Аякса, то можно не создавать, не хранить данные в модулю карты, а просто эти данные брать с того существующего раздела, а карта фактически является слоем для показа данных. Есть прокладка маршрутов, шаблоны для мобильных устройств, есть гибкие настройки и API для разработчиков. Отображение объектов происходит на Яндекс.Картах или Google Maps. Можно группировать по категориям. Под категориям есть разные режимы, поиск объектов есть. И, соответственно, тоже мобильные шаблоны, на которых доступны прокладка маршрутов и построение маршрутов. Есть отдельная, у нас в модуле карты три карты. Это карты объектов, карты событий, карты маршрутов. Также, если в институте проходят различные мероприятия, например, они проходят на разных площадках, то есть есть специальные спорткомплексы, есть какие-то базы загородные, спортивные, где проходят летние спортивные мероприятия. Есть еще, может быть, музыкальные коллективы, которые участвуют в разных городах, выступают. Все это можно будет показать на карте, показать мероприятие, что достаточно наглядно, красиво, и студентам будет приятно это посмотреть, и вам. Это для повышения престижа сайта тоже может быть хорошим дополнением для сайта. Кастомизировать карту достаточно просто. Многие настройки мы вынесли в административную панель, то есть любой контент-менеджер, не обладая навыками программирования, сможет просто настроить эту карту. Также можно использовать параметры для разработчиков, кто имеет более глубокие знания. И в карте предусмотрена защита от ввода некорректных данных, потому что, к сожалению, иногда, может быть, не совсем опытные пользователи загружают в таком формате данные, что просто, конечно, сломается все. И также защита есть от некорректного кода. Это если, ну, такое, к сожалению, бывает, что не очень оказались, допустим, порядочные подрядчики, сделали не совсем правильный код, и мы ставим модуль в проект, встраиваем, и вот этот некачественный код ломается из стиля модуля. Такого у нас нет. Мы сделали свои, определили свои классы, чтобы таким образом никаких внешних факторов на модуль не влияли. И эти модули будут доступны в решении, они будут доступны также из маркетплейса, то есть покупать модуль карт не нужно будет, он будет входить в состав решения. Теперь немножко вернемся к производительности и безопасности, то есть мы посмотрели готовое решение, его развернули, установили, и теперь как раз вот к вопросу о том, что же требовать потом с подрядчиков, своих коллег или с отдела разработки при сдаче проекта. Что нужно обеспечить? Быструю скорость загрузки, работа под высокими нагрузками, если это высоконагруженный проект, и важна также защита от вирусов сетевых атак, и важна гибкость кодеку доработка. То есть если вы выбираете платформу, на которой вы будете создавать сайт, то всегда об этом помните, что в будущем, возможно, вам захочется что-то доработать. Насколько она гибкая, насколько все можно сделать, потому что бывает так, что для большого проекта решили писать самописную систему управления сайтом. Написали под текущие задачи, все хорошо, а потом поменялись внешние условия, и задачи совершенно стали другие. Они приходят к разработчику, и к разработчику говорят, ну, знаете, мне надо все переписать с нуля. Конечно, таких ситуаций тоже заранее нужно просчитывать и не допускать. Что есть в платформе для того, чтобы сайт загружался быстро? У нас есть технология композитный сайт, то есть новая версия сайта учебного заведения и новая версия сайта школы, они будут на композите. Это технология, которая позволяет повысить опыт сайта в 100 раз. Это действительно так. Таким образом, повысить ранжирование в поисковых системах и повысить конверсию сайта. Как это устроено? Условный сайт делится на статические странички, которые отдаются в виде HTML. Они загружаются мгновенно, и незаметно для пользователя AJAX-ом подгружаются динамические области. Заранее производится разметка, настраивается это все в административной части сайта. У нас есть вебинары, есть курсы, и даже есть специальная компетенция у партнеров по владению этой технологии. И таким образом, действительно, пользователь получит быстро вашу страницу, никаких проблем не будет. Но это можно проверить. Поэтому перед сдачей проекта, либо при модернизации, посмотрите на сервис скорость сайта, загрузите свои странички и посмотрите показатели, что в итоге получится. У нас даже есть шкала, которая просто написана цветом и словами. Очень быстро, быстро, не быстро, медленно, очень медленно. У нас как-то... И также в системе есть сервис-монитор качества. Вот обязательно проект должен быть задан по монитору качества. Потому что он как раз выявляет и показывает, где проблемы с сервером, с хостингом или с кодом. У нас был запрос от клиента, который жаловался на платформу и говорил о том, что главная страница после 4 часов падает. Мы пригласили разработчиков и проверили их страницу. Выяснилось, что в футере, то есть в нижней части сайта, стоял блок с партнерами, с логотипами, и там просто был зациклен скрипт. И партнеров там даже что-то небольшое количество, там порядка, по-моему, сотни баннеров, но они увеличились, увеличились. То есть через 4 часа там уже сложно было сказать, сколько по количеству этих баннеров было. Конечно, браузер не выдерживал. То есть проблема оказалась не в платформе, а просто в JavaScript, точнее в некачественном коде. Проблемы устранили, все, сайт летает, главный летает, все прекрасно. Также в платформу у нас входит модуль проактивной защиты, который постоянно совершенствуется. У нас есть отдел безопасности, который постоянно отслеживает сетевые угрозы. И этот модуль постоянно улучшается и выходит обновление. То есть таким образом платформа хорошо защищена от вирусов, от сетевых атак. Есть проактивный фильтр защиты, есть веб-антивирус, ну и так далее, очень много технологий. Поэтому также важно обратить на это внимание. И это является нашим преимуществом. И еще один важный момент – это резервное копирование сайта. Это очень вопрос, о котором всегда забывают. Либо, может быть, мы не знали, что это надо, зачем это надо. Ну, расскажу случай просто из жизни. Я тоже когда-то работала в студии. Был проект. Проект был достаточно большой. И была назначена встреча у руководителя проекта на высшем уровне, у министров. Он должен был отчитаться за этот проект, что проект создан, запущен и все хорошо. И там определенные досметы, что потрачены. Так случилось, что в тот день были проблемы в европейских дата-центрах, и сайт был недоступен. И что можно было сделать за два часа? То есть разместили на других каких-то серверах просто главную страничку, собранную, ну, просто вот текст, квадратики, меню, совершенно простой уже, без дизайна, без всего, просто чтобы, ну, вроде что-то открылось. И вот на это что-то, конечно, высшее руководство смотрело очень странно и не могло понять. Ему, конечно, объяснили, что вот проблема в дата-центре, поэтому сейчас это то, что вы видите, это просто такая заглушка, это лайт-версия. Но, конечно, понятно, что потом все объяснили, когда заработали дата-центры, показали хороший сайт, но явно картина не из лучших. Нерв потрачен было колоссальное количество. Поэтому, конечно, если это проекты большого уровня, они большезначные, просто обязательно обязаны иметь дополнительную вторую среду, и совершенно тогда в резервных и в других дата-центрах. Если сайт хостится в Европе, да, то резервная копия будет хоститься, там, допустим, в России, ну и так далее. То есть либо в России, но в разных дата-центрах. Поскольку сейчас, конечно, у нас требование закона о том, что переносятся все данные в Россию. Но таким образом тогда в двух дата-центрах. Либо какой-то там иметь у себя сервер резервный и так далее. То есть чтобы не происходило таких ситуаций, что проект всегда был доступен. Особенно проекты, которые связаны с интернет-торговлей, да, то есть простой часы большого интернет-магазина, это огромная потеря финансов, потеря бизнеса. В системе предусмотрено облачное копирование, резервная копия. Есть облаки, можно настроить. То есть об этом тоже забывают и копии не делают. То есть есть клиенты, с которыми мы общаемся тоже, и по техподдержке. И мы видим, что они просто не делают этого, хотя в системе все предусмотрено. А зачем? А мы забыли, а мы не помнили. Потом, когда сайт упал, уже, ну, помнить будет поздно. Поэтому тоже обратите на это внимание. Как ставится наше готовое решение? Есть мастер установки пошаговой, и по шагам запускается. То есть нужно ввести контакты, пройти мастер установки, и решение установилось. Также устанавливаются обновления. То есть есть специальная система обновления, сайт апдейт, в которой доступно обновление после выхода. И эти обновления устанавливаются точно так же. Но обновления всегда мы рекомендуем устанавливать на бэкапах. Почему? Ну, вдруг в сайте какие-то вносились справки, что-то делали, что-то дорабатывали. И чтобы обновление проверить, корректно ли оно установится, конечно, не стоит делать это на боевых проектах. То есть проверяем на бэкапе, все хорошо, выпускаем на боевую версию сайта. Поняли, что что-то, какие-то проблемы, поправили. Если есть какие-то вопросы, можно обратиться в техподдержку. Но таким образом для проекта никакого урона нанесено не будет. Это тоже важно, но это тоже иногда забывает. Таким образом, про наши новинки, про сайт учебного заведения, сайт школы я рассказала, про возможности платформы рассказала. И сейчас я расскажу еще про один продукт. Это уже продукт из группы другого сервиса. Это на основе сервиса Bittrex24. Это внутренний портал учебного заведения. Тоже немножко на нем остановлюсь. Ближайшие релизы у нас, наверное, пока по нему не будут. То есть релизы мы по нему планируем ближе уже к концу года. Потому что просто очень плотный график релизов. Но также у нас в плане модернизации она напрашивается. И перевод тоже этого решения в Marketplace. Почему часто я говорю, что модуль как Marketplace должен быть доступен? Там можно выбрать версию платформы. Достаточно просто, потому что сейчас это дистрибутив. То, что сейчас текущая версия сайта школы, сайт учебного заведения мы уже перевели в Marketplace. Но часто бывает так, что стартовал проект на младших редакциях. А, например, потребуется оплата на сайте. Это уже редакции старшие, это бизнес. Там есть интернет-магазины и уже есть интеграция со всеми платежными системами. А как перейти? Дистрибутив собран на стандарте. Нам делается запрос. Нам тоже непонятно, как это делать. Нужно добавлять модули, очень сильно химичить ключах. Это никому неудобно. Поэтому мы решили перевести все модули и свои решения. Постепенно мы переходим в Marketplace. Таким образом, на любом этапе любой владелец лицензии сможет просто купить переход на более старшую версию. И больше ничего сделать не нужно. То есть не нужно каких-то писем, просьб и так далее. То же самое это и будет для портала. Какие задачи у внутреннего портала? Конечно, это уже другая система для организации внутренней работы самих сотрудников. Учебное заведение. Причем это не обязательно. Может быть, в УЗ в школе тоже такой портал можно внедрять. Пока, наверное, это сложно, поскольку не все учителя еще уверенно владеют компьютерами. Я ни в коем случае не хочу их обидеть. Но такая проблема. Нам вот сами учителя, к которым мы проводили интервью, они жаловались, что у них в школе не все активные пользователи. Просто не хватает времени освоить компьютер, очень много уроков и так далее. Но, так или иначе, потихоньку обучаются, потихоньку стараются. Поэтому, наверное, внутренний портал может быть... Но он тоже может напрашиваться и может быть полезным. То есть, проблемы возникают часто какие? Как найти контакт, как найти документы, как вместе согласовать документы, как друг к другу совместно поставить задачу, назначить совместные встречи, совещания. Раньше, когда я учила в школе, у нас совещание, когда назначала директор, то приходила секретарь, она заглядывала в класс, приносила учителя, учитель подписывала, она заходила в следующий класс, и так вот она должна обижать всю школу. Если это внутренняя система, то просто ставится в календаре событие, и приходит напоминание. То есть, совершенно просто, не надо никуда никому бегать. Все все видят в нужный момент, все приходят в нужную аудиторию. Даже можно не приходить, можно привести удаленный кол. Что в себя включает сервис внутренний портал для учебной организации? Это задачи, это календари, отчеты, бизнес-процессы. Это CRM, чат и видео, Bittrex24 диск, социальные сети. То есть, достаточно большой функционал. Bittrex24 диск позволяет создать единую базу документов. Мгновенно можно найти, можно управлять правами, давать доступы к папкам, документам, совместно над ними работать, редактировать, выстраивать бизнес-процессы на согласование документов, например, те же отпуска, командировки и так далее. Календари, как я уже говорила, поставили в календарь события, пришло напоминание, и вопросов никаких не возникает. Можно ввести свои календари, календари по отделам, календари руководителей и так далее. То есть, совершенно разные группы, и доступно все это с мобильных устройств. То есть, даже если у учителя урок, у него пришло пуш-уведомление на мобильное устройство, он посмотрел, увидел, понял, что сегодня после уроков ему надо будет задержаться. Вопрос решен. Внутренние коммуникации. Тот мессенджер, о котором я чуть-чуть раньше говорила, это как скайп, можно писать сообщения, звонки, прикладывать файлы, можно видеоконференцию провести. И также сообщения доступны будут во внутреннем портале, есть живая лента, куда скидываются сообщения из групп, из задач и так далее. И таким образом сотрудник, даже если он уходил, его не было, он придет, почитает живую ленту, поймет, что происходило в компании. Нужно создать какое-то объявление, повесили объявление на портале, все видно, все доступно и так далее. Управление задачами. То есть можно создавать совместные задачи, можно ставить сроки, отслеживать их, добавлять наблюдателей, контролировать. Есть отчет руководителю, сколько у какого сотрудника просроченных задач. Есть интеграция задач с календарями, то есть это тоже удобно. Например, нужно составить календарно-тематический план. Поставили задачку разным учителям, разные учителя составляют календарно-тематический план на разные классы, проконтролировали, добавили наблюдателей, какие-то вопросы обсудили, все решили. То есть не нужно тоже никуда бегать. Учитель, даже если он находится дома, он может дома этот календарный план составить, отправить на портал, все. И зауч, тоже находясь в командировке или еще где-то, он оттуда сможет это все тоже прочитать, написать комментарий, то есть таким образом процесс не останавливается, если кто-то куда-то уезжает, кто-то где-то занят и так далее. То есть в любой момент времени можно решить любую задачу. Все это доступно с мобильных устройств, изживая лента, управление задачами, работа с файлами, контакты сотрудников, рабочая группа, пуш-уведомления, то есть полноценный сервис с любых устройств, решает внутренние задачи организации. И напрашивается, конечно, интеграция, то есть сайта и внутреннего портала. Так поступают в ВУЗы сейчас. На сайте основная информация, а в личный кабинет студент уже уходит на внутренний портал. Там он общается с преподавателем, там он получает задачи, там он смотрит за своими долгами и успеваемостью. У нас пока нет сервиса такого, который бы интегрировал решение, но мы тоже об этом думаем. Там есть пример внедрения Московской финансово-юридической академии, где более 50 филиалов, более 60 тысяч студентов и более 3 тысяч преподавателей. Там и сайт работает на платформе 1SBitrix, и реализован внутренний портал. Внутренний портал внедряла компания МХАОН, и была произведена, конечно, доработка многих сервисов. То есть такой был студенческий портал, расписание, успеваемость. Они добавили этот модуль сами, кастомизировали дизайн. Если вы посмотрите дизайн Bitrix24, и данный дизайн, они отличаются. Но платформа у нас гибкая, позволяет носить любые изменения. То есть созданы основные разделы, группы кафедр, фотогалереи, блоги, форум, обращения. И на рабочем столе оперативная информация. То есть об успеваемости сразу видно, какие формы контроля, проведения и какие оценки. То есть студент, заходя, сразу видит, что с ним происходит, особенно это хорошо на зачетной сессии, то есть куда он не допущен, какие у него долги, и также вводятся долги об оплате. И есть рейтинги преподавателей. Это тоже была доработка. Опросные листы. Это тоже может быть полезно. Ну и подводя итог, мы, поскольку вебинар посвящен именно готовым решениям, то какие же, какие у них преимущества, что это комплексные решения. Они покрывают задачи разных целевых аудиторий, соответствуют законодательству, обеспечивают безопасность, надежность и позволяют внедрить короткий срок. Это очень важно и часто важно, когда, например, особенно приходит прокуратура с проверкой, и тут уже что-то с нуля, наверное, сложное, просто невозможно создать битпроект. Запустили, быстро все, вопрос решен, а дальше уже начинаем развивать. Еще раз, планы наши на осень. Это новая версия сайта школы, новая версия сайта учебного заведения и перевод решения Marketplace. В разработке новых версий участвуют наши партнеры, компания Airtway и IDG. Дизайн и прототипы разработаны компанией Airtway, а IDG разрабатывает прототипы для электронного журнала и дневника. Наши партнеры с ними давно работаем и также участвуют в интервью. Я показала слайд с ценами на текущий момент, потому что после выхода новых версий с сайтом школы точно произойдут изменения, в том плане, что это будет модуль для Marketplace. Сейчас у нас есть сайт школы «Базовая визитка» и расширенный с журналом и дневником, но у нас, возможно, все же будет один модуль единый, поэтому, возможно, какие-то небольшие изменения будут, но об этом мы заранее сообщим, напишем и проанонсируем. Изменения будут почему? Потому что у модуля появится своя цена в Marketplace и своя цена на платформу. У нас есть, поэтому здесь мы видим, что в сайте учебных заведений есть от 29 900. Это означает, что можно выбрать более старшие редакции, там стоимость будет дороже. Я потом сейчас покажу в Marketplace, как и где что можно выбрать. Стоимость внутреннего портала учебного заведения – 149 900. Можно покупать дополнительных пользователей, то есть коробка рассчитана на 25 пользователей и есть расширение на неограниченное количество пользователей. Также есть облачный сервис «Битрикс24» для тех, кому сложно внедрять, наверное, коробку. Это уже не готовое решение, но также на этом сервисе можно его попробовать. Для 12 пользователей он бесплатный. Я тоже покажу потом, где что посмотреть. Но можно начать пользоваться бесплатно облачным сервисом и потом тоже можно использовать его в своих задачах. У компании есть техническая поддержка. Можно направить опрос специалистам и получить консультацию о том, если что-то не так с решением, либо есть какие-то вопросы о установке и так далее. Работает она только по сообщениям, не по телефону. Но мы создали сайт, создали портал. Что делать дальше? Убираем демоконтент, заполняем свои уникальные тексты. А дальше можно модифицировать, дорабатывать, как я и говорила, система гибкая, код открытый, документированный API. Есть для разных модулей. Таким образом можно вносить любые доработки. Если у вас нет разработчиков в штате, то можно заказать внедрение у партнеров 1S Bittrex. Доработки также есть большая партнерская сеть. Можно выбрать партнера в своем регионе. Можно написать нам запрос. Мы рекомендуем партнеру. То есть любыми всевозможными способами. И есть еще Marketplace, где публикуются не только наши решения готовые, но и готовые решения от наших партнеров. Это различные модули, которые могут служить дополнением к сайту. То есть, например, звонок сайта, калькулятор стоимости, еще что-то. Документы, оборот, модули есть и для Bittrex 24, и для Bittrex управления сайтом. То есть какие-то вещи, которые мы просто, может быть, в рамках своего готового решения уже не сможем разработать. Это разрабатывают наши партнеры, и поэтому можно также приобрести и будет дополнительный удобный функционал к сайту. И у нас есть обучение, онлайн-курсы для пользователей. Вот что еще тоже можно требовать у партнеров, точнее не у партнеров, а у подрядчиков. Это сертификаты. То есть есть разные уровни для разработчиков, для админов, для контент-менеджеров, то есть разные компетенции. Есть бесплатные онлайн-курсы, есть платные курсы. И таким образом. Сейчас я покажу на нашем сайте, что где можно посмотреть. Собственно, наш сайт «Описание про решение, решение для образования». Допустим, сайт учебного заведения. То есть есть документация, есть информация о ценах, есть установка и настройка. То есть, собственно, как выглядит мастер установки. По шагам проходим. Выбор шаблона. То есть мы выбираем цветовую схему, информацию вносим. То есть мы выбрали цветовую схему. Внесли информацию, она отобразится в шапке. И в таком виде будет готов сайт. Также купить сейчас можно решение для образования. Сайт «Школа» у нас доступен в виде дистрибутива. Мы видим базовую расширенную версию. Можно купить продление. Лицензия у нас действует на год. В течение месяца действует льготное продление по цене 22% стоимости лицензии. И потом можно приобрести за 60%. Но даже если продление не приобретется, то сайт не упадет, он будет работать. И единственное, что только не будут доступны обновления. Но обновления все же важны, поскольку это модуль безопасности. Это новый функционал. Поэтому обновления важны, но вдруг по каким-то причинам не смогли купить. Ничего страшного, можно купить позже. Также, что еще здесь есть на сайте? Есть частые вопросы, можно посмотреть. Задать вопрос в техподдержку. Собственно, это и есть страничка, то есть помощь, поддержка обучения, задать вопрос. И предложат авторизоваться на сайте, и там вы сможете общаться спокойно с техподдержкой. И есть маркетплейс. Допустим, готовые решения. Ну, медицина у нас, допустим, это наше готовое решение сайта медицинской организации, но вот есть модуль аттрактивная карта объектов. Также есть описание, новинки, какие обновления. Входит то же самое, у нас появится и для сайта школы. Сейчас мы найдем с вами тут сайт учебного заведения, страничка в маркетплейсе, он доступен. Также есть установка. И каким образом оказывается техническая поддержка. И также мы видим, что в маркетплейсе различные модули, то есть есть для интернет-магазина, там готовые сайты, ну, допустим, образование, пока есть вот сайт обучающих курсов. Но есть какие-то просто модули, которые могут быть полезны. Есть специальный сайт для разработчиков. Здесь также есть документация, обучение, сертификация, то есть можно посмотреть. Учебные вот онлайн-курсы у нас есть. Да, мы видим контент-менеджер, администратор базы, администратор модуля, администратор бизнес, разработчик Bittrex Framework, то есть достаточно курсы есть даже для хостеров. То есть большое обучение, если вам необходимо повысить уровень своих специалистов, мы всегда рады видеть на наших курсах. Вот, на этом, наверное, я завершаю вебинар. И сейчас посмотрю, есть ли у нас вопросы. Если какие-то есть вопросы, пожелания, поскольку у нас решение, сейчас я повторюсь, находится на стадии разработки и будет тестирование, если вы готовы в этом поучаствовать, напишите мне об этом на почту, мы вас обязательно пригласим, и это будет полезный опыт и для нас, и для вас, я думаю, что по проектам. Потому что для нас всегда важна обратная связь и важны отзывы и пожелания клиентов, чтобы мы именно в готовых решениях учитывали те потребности, которые больше всего актуальны на текущий момент. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы. Сайт «Визитка школы». Вот так, вопрос от… Так, давайте по порядку начнем. Вопрос про версию 3.0. «Сайт школы 3.0 не будет доступен в виде обновлений, надо покупать битрикс, управление торговлей, устанавливать на него». Ну, смотрите, она, конечно, будет доступна в виде обновлений, но там будет новый шаблон, то есть нужно будет его ставить заново. Если у вас уже есть сайт «Школа», он собран на стандарте, и таким образом, если вам нужна, скорее всего, оплата на сайте, то есть интернет-торговля, наверное, для этого, то нужно будет купить переход на редакцию «Бизнес». То есть не отдельно покупать заново «Буз» и отдельный сайт «Школа», а просто купить переход на более старшую редакцию. Мы также в будущем планируем сделать оплату на сайте, то есть это у нас есть в планах. Есть или планируется раздел «Учебно-календарный план», «Календарно-тематическое планирование по предметам», «Исполнение по факту плана на основании ведения журнала». У нас сейчас в дневнике мы планируем, то есть будет в компонентах такой раздел, «Календарно-тематическое планирование», куда будут заноситься планы, и в журнале можно будет выбрать, поставить, то есть тему уроку взять из, как его называют, учителя КТП, календарно-тематического плана. Вот по поводу контроля, может быть, Олег, вы мне напишите, мы более подробно тоже с вами поговорим, что здесь имеется в виду, и как бы вы видите этот контроль. Потому что у нас пока в первой версии контроль плана, то есть будет включен контроль просто успеваемости для зауча, контроль заполнения журнала, вот контроль исполнения календарно-тематического плана. Здесь, наверное, нам нужно более детально пообщаться с учителями и понять, в каком виде этот сервис нужен. Вопрос от Алексея про сайт-визитку школы. Позволяет ли он воспользоваться тем же функционалом, кроме дневника и журнала? Да, совершенно верно. Сейчас это два разных решения, и у них даже немножко разные шаблоны дизайна. В новых версиях у нас будет один модуль, и совершенно верно, что будет доступен весь функционал, кроме дневника и журнала. Будет ли решение для реализации расписания вуза, выгруженного в Marketplace? Вопрос от Александра. У нас пока что модуль обучения, электронный журнал и электронный дневник будут входить в решение сайт-школы. Есть у нас тоже, мы это обсуждали с коллегами, на основе этого модуля сделайте такой же модуль успеваемости для вузов, но это уже, наверное, будет следующий релиз. Потому что все-таки отличаются сущности, то есть ученики, учителя, и у них определенное свое расписание, а там студенты, там зачеты и так далее, разные смены. То есть все-таки очень разные модули. Мы хотели сделать прям единый модуль в этом текущем релизе, но обсуждали с ребятами, дизайнерами, проектировавшими, разработчиками, и поняли, что все-таки сущности разные, поэтому это скорее на новые релизы. В школе есть мессенджер. Вопрос от Михаила. Ну, в школе, в принципе, в платформе один из битриксов, этот мессенджер есть. Его можно настроить, но нужны необходимые доработки. То есть мы хотим это тоже сделать, но немножко позже, не в ближайшем осеннем релизе, а уже, наверное, в весеннем релизе, потому что тоже есть определенные моменты, когда нужно создавать группы, чтобы не все всех видели, а видели каждую свою нужную группу. Но есть вопрос про соцсети, что разве подобное приложение еще не реализовано, ведь сейчас большинство учебных заведений создают персональные страницы в Facebook, ВКонтакте и так далее. Да, они создают, это нормально, это представительство в соцсетях, но там немножко другие задачи. То есть личный чат, личные консультации учителя явно не вписываются, в принципе, в концепцию соцсетей. Соцсети немножко для других активностей, для других вопросов, а мы хотим именно ученику надо там, он что-то совсем не понял, и он обращается к учителю, или родитель звонит учителю, спрашивает, а почему там три, и вообще он же учил и так далее. То есть именно для таких коммуникаций. Авторизацию через соцсети можно сделать на сайте, то есть такое тоже используют, но мы как раз говорим не просто соцсеть, да, у нас есть модуль соцсети платформы, и мы планируем его использовать для комментариев, для, можно тоже потом в будущем, эту ленту и модуль очень полезны, но именно коммуникации чисто учебного характера и решения именно образовательных задач, вот консультационных и личных задач, которые выходят за рамки просто общения в сетях, ну, как бы зачем на весь мир транслировать какие-то вопросы, которые, ну, достаточно узко. Специализации соцсети можно использовать для тех задач, которых они созданы, это уже обсуждать какие-то свои там мероприятия совместные, школьные, это прекрасно. Подготовки там, идеи, кто где был и так далее, и так далее. То есть здесь другие задачи. Есть ли у нас еще вопросы? Вопросы потом от Владимира, будут ли наши разделы соответствовать требованиям законодательства, как приказе 785. Да, именно с этим приказом мы сейчас работаем, и именно на базе этого приказа будут реализованы структуры сайта. То есть он будет соответствовать полной форме этому закону. От Алексея комментарий про дистанционное обучение, что оно сейчас несет характер складчин, когда каждый складчик может принять участие и приобрести для себя любой курс по обучению за минимальную цену. Но здесь вот как раз напрашивается модуль оплаты и возможности интернет-магазина, которые есть в старших редакциях. И таким образом это удобно будет для проектов, которые работают на младших редакциях. Просто путем перехода на более старшую редакцию перейти и сделать необходимые доработки на сайте, создать дистанционное обучение с оплатой. Так, вопрос от Павла. Про доступы. Есть ли возможность на сайте ограничить доступ к скачиваемой документации? Евгений ему уже ответил, но также еще раз я тоже подчеркну, что в системе есть гибкая настройка прав доступа. Можно давать доступ в отдельный раздел, то есть отдельным людям. То есть, например, секретарь заходит только на раздел и обновляет новости. Зауч имеет доступ к электронному дневнику, а есть там контент-менеджер еще в школе, который заполняет, имеет доступ только к страничкам персональных учителей и так далее. То есть все можно разграничить, кто откуда может скачивать документы, добавлять, редактировать. Это все решается настройками платформы. Также в журнале есть еще такой момент, когда учитель заболел, и нужно поставить замену. И заменяем учителя. Вот проблема нам жалилась учителя, что они не видят журнал. Допустим, они те же предметники, они ведут тот же английский, либо математику, и они готовы поставить ученикам оценки, но они не могут, потому что доступа нету, не получилось, они пишут на бумажке и так далее. То есть правами учителю, заменяющему дается доступ на один урок, в течение этого урока он может поставить оценки, урок закончен, доступ у него забрали, все, вопрос решен. Также доступ можно давать и родителям, каким-то разделам сайта, которые не видят дети, где, например, учитель ведет какой-то, например, блог по проблемам, как с трудными детьми работать и так далее, и так далее. Или психолог ведет свой блог для родителей, которые не должны видеть дети, или какие-то блоги, которые ведутся для детей, но туда не пускают родителей, чтобы как-то тоже дети имели какую-то свободу, то есть все это можно настроить в платформе. Планируется ли внедрить специальную штаммалий-разметку, требуем ли раздела «Сведения образовательной организации» Рособранный отзором? Да, конечно, у нас будет микроразметка, она обязательно должна быть, потому что по этой микроразметке она нужна для роботов, которые считывают информацию. То есть сам Рособранный отзор, он, конечно, физически не сможет проверить все сайты, посмотреть каждую страницу, все прокликать, это делают машины, и для этого нужна микроразметка. Да, у нас она обязательно будет. А версии, это Евгения, вопрос о версии для слововидящих, можно ли будет немного подробнее? Ну, подробнее, то есть что? Я сейчас покажу пример, просто какая версия у нас есть в сайте государственной организации. Как это выглядит в готовом решении. То есть, а, версия. Что мы видим? Мы видим, что можно увеличить размер шифта, можно выбрать цветовую схему, и также еще будет кнопочка, можно будет отключать изображение. То есть есть российский ГОСТ, есть международный стандарт WCAG, который, собственно, даже у нас на данном готовом решении есть руководство по обеспечению доступности веб-контента, который регламентирует определенные правила. То есть, что для людей с ограниченными физическими возможностями должны быть определенным образом обеспечены удобство работы с контентом. То есть соблюдены правила навигации с помощью клавиатуры, возможность увеличивать, уменьшать шрифт, цветовые схемы. То есть мы это все учтем, мы стараемся сделать соответствие, точнее, не стараемся, а делаем соответствие с этими стандартами российским, международным. Тем более, что новый ГОСТ российский раньше был старый ГОСТ, но здесь пока у нас старый прописан, это мы поправим. Он назывался версией для лиц, для инвалидов по зрению. Сейчас, наконец-то, тоже ГОСТ опирается на международный стандарт. То есть требования стали идентичны, проще всем. И есть разные уровни, мы также эту версию реализуем. Она появится и в сайте школы, и в сайте учебного заведения. У нас, в принципе, будут практически похожие паттерны, поэтому мы себе и владельцам версию упростим внедрение. Вопрос, будет ли запись вебинара. Да, запись вебинара обязательно будет. Когда планируется выписать версию Bittrex с описанными сегодня нововведениями? В планах у нас стоит сентябрь. Возможно, будет поэтапный выпуск в сайте школы. То есть сначала появится сайт школы с адаптивным дизайном контрастной версии. И чуть позже, возможно, то есть позже, это октябрь, электронный дневник, электронный журнал. Просто очень большой сервис, много доработок. А сейчас мы на этапе прототипов. То есть еще нужно прорисовать, фронт-энд разработка, запрограммировать. Мы, конечно, хотим больше успеть именно к началу учебного года, но, возможно, все-таки немножко это будет, когда уже учебный год начнется. Есть ли возможность в портале? Вопрос от Алексея. Если ученик себя плохо ведет, его можно заблокировать на определенное время за плохое поведение? Да, можно заблокировать за плохое поведение. Можно просто на какое-то время его лишить прав доступа. Это достаточно тоже... Ну, система гибкая, и там ничего сложного нету по управлению правами. То есть простые окна, где выбираются пользователи и куда ему дается доступ. Также этот доступ можно отобрать. Вопрос от Михаила. Готовый запускается за день? Ну, можно условно сказать, что за день, просто нужно же при запуске решения нужно заменить контент. Ну, то есть вряд ли демо-контент конкретной школы или вузы подойдет тому проекту, который будет запускаться. То есть это... Ну, все-таки это несколько дней. Да, хочется, конечно, за день, а лучше за час. Но, наверное, все же... Но это минимальный срок, то есть за несколько дней вы можете развернуть. Если быстро все развернете, вы владеете технологиями, вы быстро все и хостинг себе установите, все развернете, быстро замените тексты. Особо если не нужно закрывать какие-то разделы, либо что-то дорабатывать, то если в параллели еще команду нанять, то можно, наверное, постараться и... Можно и за день. Где будет выложено видео-вебинара. Видео-вебинара у нас... Сейчас я покажу, где мы обычно выкладываем. То есть у нас сегодня был вебинар. Так, сейчас, секунду. То есть у нас есть страничка для вебинаров. Есть в разделе... Пункт меню «Компания», «Мероприятия». Там можно выбрать события, то есть семинары, платные семинары, вебинары. Вебинары у нас всегда бесплатные вебинары. Есть страничка, где вырегистрировалась, где была информация про вебинары. Здесь же будет выложена видеозапись и ссылка на скачивание презентации. Так, ну, вроде вопросы у нас закончились. Если вопросы есть еще, то задавайте. Если они появятся у вас позже, то также можете задавать их мне на почту. Мы будем рады ответить на вопросы. Вопрос про так. Ага, вопрос, который я пропустила. Оплата продукта разовая или ежегодная, сайт школа. Поскольку у нас лицензии действуют на год, как я уже говорила, то проект не перестанет работать, но не будет доступно обновление. Через год нужно продлить лицензию. Поскольку новый тип лицензии, фактически это две лицензии на платформу. Один из битрикс управления сайтом и модуль маркетплейси. И там немножко свои разные условия продления. Сейчас я покажу, каким образом это происходит. То есть как продлить лицензию. У нас прям есть... Здесь проверка лицензионного ключа, но тогда мы сейчас немножко... Есть вкладка продления, то есть пункт меню «Купить», раздел «Один из битрикс управления сайтом» и мы переходим на вкладку «Продление». Здесь написана информация, что в течение одного месяца можно продлить по льготной цене, вот, по льготному за 22% от стоимости лицензии и по стандартному варианту за 60% в любое время, через год, через два, когда появится возможность. Стоимость также у нас приведена в табличке. Мы видим льготное продление и стандартное. То есть в зависимости от платформы, то есть для стандарта, это одна цена, а для бизнеса это другая цена. Есть еще модуль маркетплейс, то есть сайт учебного заведения, это будет модуль для маркетплейса. И, соответственно, продление... После того, как продлили лицензию на битрикс управления сайтом, будет доступно обновление для модуля сайта школы, поскольку модули маркетплейси, они действуют на активных ключах. Также, если модуль вдруг не продлится, с ним ничего не произойдет, шаблоны не исчезнут, сервисы не пропадут, он будет работать, но не будет доступно обновление. Обновление, например, вышел новый функционал. Но если у вас сайт-визитка, то вряд ли вам это... Ну, допустим, обновление для дневника вышло, для журнала. Но если у вас сайт-визитка, то смысла покупать обновление вам, наверное, нет. Потому что дневником пока не пользуетесь. Вы решили, что дневник стал нужен. Вы перешли на более старшую версию, и тогда уже купили обновление для модуля. То есть здесь тоже, если это более базовая версия, и обновление не для нее, то покупать тоже их можно не покупать. Обновление модуля маркетплейса уже 50% от стоимости решения. Это правила маркетплейса. Они действуют на все модули, наши и на партнерские, то есть единые условия. Когда проходят акции, скидки также единая схема. Также для образовательных организаций на платформу 1SB-рекс управления сайтом у нас действуют скидки 15%. Также эти скидки у нас действуют на платформу для государственных организаций. То есть об этом тоже помнить, и это учитывается при покупке. Продолжение следует... Ну, вроде вопрос закончился. Если вдруг какой-то вопрос я пропустила, то я отвечу на почту. Я благодарю всех за внимание, что нашли сегодня такой пятница, уже скоро выходные. Нашли время, выбрали, уделили внимание нашим продуктам, продуктам компании 1S Bittrex. Желаю вам успешных проектов. Если есть вопросы, пожелания, пишите, обращайтесь, всегда будем рады ответить. Всего доброго, мы с вами прощаемся. До свидания, до новых встреч. У нас обязательно будет вебинар по новинкам, уже с демонстрацией административной части, по настройкам. То есть это все уже будет осенью. Следите за датами вебинаров. Еще раз всего доброго, спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok